2022 подошел к концу. Это время не только подводить итоги, но и задуматься. А что будет в 2023-м? Начнется все очень-очень плохо. Мы все выживем при этом. Вот это подтвердить. Два столичных стендап-комика получат ответы на все актуальные вопросы. У астролога, нумеролога и таролога можно запомнить? Постоянно будем жить в таком турбулентном мире. Проклинать будем? Закроют ли Ютуб в следующем году? Инопланетяне прилетят? Нужно ожидать в следующем году и такого. Опровергни все, что я говорю! Комики по-разному относятся к вопросам астрологии. Что там указировала галактическая астрология? Она полностью совпадает с реальными астрономическими событиями. А потому что входит в ОДКБ. Я все понял. Но их объединяет то, что они оба хотят знать. А что будет? Будет ли мобилизация и заберут ли меня? Зачем ты, Юра, это спросил? Это шоу «А что будет?» Мы начинаем! Это Найка вообще. Она сильно нервничает. Похлопайте человеку. Она в натуре переживает. А что ты не переживаешь? Еще раз мне скажи, что я нервничаю. Ты очень нервничаешь. Ты нервничаешь. Ты очень нервничаешь. Нет. Ты очень нервничаешь. Ты очень нервничаешь. Хотела сегодня подружиться с нашим тарологом. Нет. Она астролог. В первую очередь астролог. То есть если вдруг я буду говорить таролог, не слушайте меня. Потому что, правильно? По иерархии как выстраиваете? Астролог, нумеролог, таролог. Там нет иерархии. Это просто ее профессии. Астролог, нумеролог, таролог. Астролог, да. Потому что это на самом деле офигительно, я считаю. Когда у тебя есть такой человек, к которому ты можешь обратиться, он такой открыл твою карту, он такой говорит, типа, о, а сегодня в магазин лучше не ходить. Тебе по поводу того, сходить в магазин или нет, советы нужны? Иногда такое бывает. Мне надо воду купить или нет? Спрошу астролога. Я сейчас просто к примеру привожу. Бывают серьезные случаи, когда вот так вот сверху там звездочки, те говорят, не надо так делать. Это вообще офигенно, если есть такой человек в жизни. Я верю просто. Ну, типа, явно ты не веришь. Потому что я не могу себе представить Леню, которая с утра встает, такой, типа, в колпачке, в этом ночном, в тапочках шоркает на кухне. Типа, такой, открывает, так, что там у козерога? Ну, типа, ну, явно нет. Слушай, я не верю в звезды, потому что, во-первых, я писал гороскопы сам. И у меня пацанов куча писали гороскопы. Я рад буду, если меня разубедят сегодня. Я видел негативные примеры, связанные с астрологией только. Я видел, как при мне девушка, вот там, я был в городе в одном на гастролях, меня сутки возили, показывали город, ну, там, экскурсия и все остальное. И параллельно барышня как раз вот через астрологию обманывала людей. Она прям созванивалась вот этими, которые прогрессивные москвички, которые все... Нет, не так, прогрессивные москвички. Конечно. Без стереотипов, без ничего. И у нее весь контингент, это Питер, Москва и эскортницы в Дубае. И вот они прям сильно там, она им вот эта аркана вот туда вот засовываешь, и она сама в это во все не верит. Что засовываешь? Ну, как я услышал, так я и этот. Она там что-то рассказывает? Это вот ты обманываешь, получается. Ты сейчас переначиваешь, может быть, она правильные вещи говорила. Она вешала трубку и говорила, боже, какая фигня. Поаплодируешь, кто думает, что вот то, что нам попадается по жизни, это не случайно. Я просто не верю в случайности. Вот, и поэтому, когда я открываю... Блин, вы знаете, как хотела сейчас воду в нее плеснуть, чтобы она ошалела, насколько случайности бывают, от сумасшедших людей зависят. А я бы вас... Нет, я бы не восстыла нормально. Давай так, чтобы по-честному. Если меня сегодня в чем-то убедят, реально, там, по-прошлому, по-будущему пойму, я тебе пять тысяч рублей вкину. Окей, то есть, учитывая, что все понимали, у торолога все данные на нас. У астролога. У астролога, нумеролога и торолога. Можно запомнить? Да. Короче, астролог передаст торологу... Нет, торолог передаст астрологу все данные на нас. Вот, и она составляет нашу натальную карту, вот, и с помощью которой сегодня вот Леня встрянет на пять тысяч рублей. Вот, и я в конце уйду, у меня чуть-чуть больше гонорару, чем у нее. А если нет, то ничего. Но у меня и так меньше денег, чем у тебя. Ну что, у тебя пять тысяч... Это что за спор? Нет, хорошо, давай, ты, если я выиграю, ты мне пять тысяч, а если ты выиграешь, я тебе две с половиной тысячи. А можно я еще похожу другого человека для спора посмотрю? Давай, нет, в натуре спорь. Я тебе пятерку, ты давай, сколько у тебя там есть, вот эти 237 рублей мне отдашь? Давай, вот это не надо, не надо уже обесценивать. Пять тысяч, так пять тысяч. И свитер. Нет. Позовешь человека? А что ты подумала? Я тебя попрошу позвать. Позовешь? Почему после пяти тысяч позовешь? Афирмации, чтобы они пришли сейчас к нам? Да, давай, видишь, лист вон туда себе напиши, и все. Давайте встретим астролог, нумеролог, таролог Дарья. Даша, пожалуйста, мы сегодня должны поднапрячься. Во-первых, давайте сразу снимем вопрос. Проклинать будем? Какого? Нет, какие-то воздействия на него можно еще сделать? Как-то оградить меня от нападок с той стороны? Можно? Ну, типа, чуть-чуть усмирить. Ну, хочешь, мы тебе стул развернуем? Она за тебя, блин, я не буду за нее спорить. Она, все, я же верю в тебя, Даша. Спасибо большое, дорогая. Хотела спросить вообще, как Даша пришла к астрологии, потому что человек же должен, что-то с ним должно внутренне произойти, ну, ты же не всегда этим занималась, правильно? Что-то произошло какое-то, есть история связанная с этим? Меня занесло на Гоа, вот, на несколько месяцев. Вот, интересно, да? Везет тебе? Меня дальше Геленджика не заносило. Вот. Так ты и не осторожна. Ну, в общем, нет, на самом деле я попала просто на лекцию, это было вообще в Москве еще до того, как я уехала в Индию жить, вот, попала на лекцию к человеку, вот, до момента прослушивания этой лекции я ничего не знала об астрологии, я совершенно не понимала, что там еще есть какие-то направления, что она делится на западную, на восточную, вот. А российская где? Эти западные, только пиндосская, нам тулите свое. И настолько впечатлилась тем, что человек говорил, вот, и как он говорил, вот, рассказывал, собственно, каким образом можно с помощью гороскопа описывать то, как мы мыслим, то, как мы принимаем решения, то, какие у нас качества проявлены, и от сочетания этих качеств, каким образом мы должны проживать свою жизнь для того, чтобы у нас все было благополучно, успешно, короче говоря, влюбилась, в общем, в лектора, вот, и пошла изучать астрологию, вот. В лектора, как, ну, в... Как в учителя, да. Все равно ничего не проявляется. Ой, просыпи в хаус, вот это, вот это, секс-сторона называется это, где, вот это? Секс-сторона? Ну, вот, в карте. Где она? А, дом секса. А, вот. Дом секса, да. Хорошо, вот, все туда будет сводить сегодня. Нет, а я же хотела спросить, а это же вообще прям дорого, это же много денег стоит. Дом секса дорого стоит. Очень дорого. Что конкретно дорого? Нет, я про, вообще, про саму. Подожди, у меня вопрос есть, ты пока сформулируй, тебе надо время чуть-чуть. Давай. Подумай там вот это все, слова одно за одно, как держится и запятые, расставь в оборотах дипричастных. Как понять, что гороскоп правдивый, а не то, о чем я рассказываю? Я думаю, что можно сначала рассказать людям, что есть, во-первых, две астрологии. Западная астрология и ведическая, она же восточная или джиотиш-астрология. Вот. И в чем отличие? Когда вы читаете гороскоп астролога западного, и сразу на примере будете показывать, допустим, видите, что там сегодня у нас Луна там... Против России. Нет, не против России, у нас Луна в Козероге. Что это значит с точки зрения астрономии? Так, ну ладно, я вам эту серьезную вещь рассказываю. Я тоже. Ведическая астрология, она полностью совпадает с реальными астрономическими событиями. Да, потому что входит в ОДКБ. Я все... Поэтому... Теперь уже входит состав России, да. Да. Вот. Поэтому если вы читаете гороскоп ведического астролога, вот, то точно можете быть уверены, что если вдруг вы возьмете телескоп и посмотрите на какое-то событие, да, которое описывается в том, что вы прочитали в гороскопе, это будет 100% совпадение. Вот. А если это будет западный астролог, то там разница в 30 градусов, и поэтому другой знак. Поэтому гороскопы крайне отличаются. А как в телескопе можно увидеть? Да, мне интересовалось слово телескоп. Почему? Нужно каждому приобрести? Это такая штука с линзами? Да, я понимаю, что это такое, блин. Здесь суть. Я не имею в виду, что как это, ну, типа, каждому свой надо иметь, персональный или что? Нет. И так к тому, что если бы вы захотели проверить, ну, допустим, вы читаете что-то, и написано там «Луна в Козероге», что это такое? Это значит, что Луна находится на фоне созвездия Козерога. Вот. И если бы у вас был телескоп, вы могли бы это проверить, что действительно это так. А это, извините, пожалуйста, сколько раз на айфоне вот так надо сделать? Нет, тогда надо прям Samsung покупать, потому что приближение у них лучше. А мы еще и здесь враги, я понял. О, какой ужас. Нет, ладно. А где смотреть «Луну в Козероге»? Где эти источники? Ну, вот где смотреть, где читать, что там вот будет правда написано? Меня вот это до сих пор больше интересует. Потому что, ну, если просто вбить в интернет, какой источник будет правдивым? Я вот про это. Вот поэтому сейчас была предыстория про ведическую астрологию. Которую ты прослужил. Поэтому ты можешь открывать любой сайт «Джиотиш», быть уверенным 100%, что та информация, которую ты там прочитаешь, она будет 100% равна реальным астрономическим явлениям. Вот, все. В этом разница с западной астрологией. То есть там разные берутся точки отчета для зодиаков. И, получается, западная астрология, она как бы спешит на 30 градусов. То есть, соответственно, гороскопы, получается, на целый зодиак различаются. Понимаете? Да, да, да. В общих чертах. Нет, ничего не подняли. Ноль слов вообще. Но скажу «да». То есть поэтому все-таки важно, чтобы, типа, там, прям минута, в которой ты родился, от этого прям много чего зависит. Правильно я понимаю? Ну, когда мы там пишем эту всю Натальну... Это уже если про индивидуальный гороскоп. Да, конечно. Но даже если у тебя нету поминутного времени рождения, то грамотный астролог, он должен провести ректификацию русским языком. Это интервью. А что сразу так не сказать было? Ну, надо же красивое слово применить. Интервью – очень красивое самостоятельное слово. Вот. То есть перед тем, как составлять эту Натальную карту, с тобой нужно побеседовать для того, чтобы уточнить время рождения. Вот. Это уточняется в процессе разговора. То есть есть определенные, там, базовые темы, да, которые нужно обсудить с человеком. Вот. Посмотреть, какой он уже опыт жизненный прошел, да, на момент того, как обратился на консультацию. Проанализировать его, вот, и проверить все положения, да, небесных тел на карте, чтобы она точно совпадала с твоим типом личности. Вот. Обычно перед подготовкой консультации строится 3-5 карт. Вот. И только в процессе вот этого интервью перед самой консультацией из этих пяти карт точно выбирается ваш портрет. Вообще, в принципе, штука Натальная карта. Это просто описывается ваша генетика, которую вы получили от своих родителей. И... Прикольно. Тогда спрошу такой вопрос. Че по бабкам? Да, мне прям сейчас захотелось очень много заплатить, потому что у нас столько рассказов, думаю, как вы выгребаете. Сколько очень много? Для тебя 5 тысяч только, чтобы была сумма всей жизни. Сколько стоит? Ну, я могу озвучить свою цену, потому что у астрологов они совершенно разные, в зависимости от опыта, там, ну, и так далее. От звездности. Есть ли шляпа? Да, от медийности, там, и так далее. Вот. У меня стоит базовый... Учился ли в Хогвартс? 15 тысяч рублей. Вот, ну, это базовая история, то есть это там, где мы просто определяем ваше предназначение, вот, и, ну, собственно, определяемся с реализацией, я описываю, да, то есть какие у вас качества, какой тип мышления, в общем, и каким образом... 15? Да. 15 тысяч! Понимаешь, почему я хотела с ней подружиться? Ну, типа, ну, реально, потому что, ну, 15 тысяч... Ну, вообще, это совсем... Просто, чтобы сказать, какой у меня тип личности. Что это? 10 свитеров? Что ты хочешь сейчас сказать? Да нет, ну, это же, понимаешь, это только консультация, только начало, чтобы тебя человек вел, постоянно был с тобой на связи, это нужно постоянно платить. Так, стоп, а вот это что за вел? Как, вы можете, ну, вот вы сказали человеку, твое предназначение всегда орать свободная касса, условно. Да. Ну, если он платит 100 тысяч рублей, ты такая, ща, я с планетами договорюсь. Нет, нет, а я тебе говорю, она предсказывает, как лучше, в какой фазе не поступать. Помимо обычного натального разбора, да, вот конкретно вашей карты, вот, есть еще транзиты небесных тел, которые постоянно проходят нас. А там будет фигурировать фраза «Северный поток» сейчас каким-то образом? Транзиты, траншеи там вообще. Вот, и как раз-таки вот про то, что говорила Найка, то, что про сопровождение, да, это когда уже астролог учитывает, собственно, транзиты, да, которые на данный момент времени происходят, он это все накладывает на твою натальную карту, вот, и, собственно, тебе и говорит, какие события, это вот есть прогностика, да, на чем она основывается, то есть какие действия, да, то есть там, условно, в какой месяц там лучше открыть бизнес, там, в какой месяц лучше выйти замуж, там, в какой месяц лучше... Че ты на меня смотришь? Я бизнес открыл в ковид, мне вообще плевать на планеты. Я бар открыл, когда все закрылось. Такой, вот сейчас самое время. Так, да. К вопросу я могу прокомментировать, коду бара открытого не вовремя. Пап, да, пожалуйста, прокомментируем. Есть такое выражение в джойте, что дхарма защищает, вот, это обозначает то, что если ты занимаешься действительно своим делом, то, в принципе, в целом тебе должно быть пофигу, когда, когда им заниматься. Вот! Все, передача закончена! Да. Но здесь важно знать, собственно, да, кто ты, что, какими качествами ты обладаешь. Я знаю, кто ты, а я реалить! Да. Какими качествами обладаю? Ну, у меня справа удар нормальный. Вряд ли же мы вот такими... Ладно, все, все. Так, это тебе повезло просто, понимаешь? Тебе это подарено было, подарено. А есть люди, которым нужна помощь, которые не чувствуют под тем или иным причинам. Понимаешь? Он нифига не понимает. Даша. Хорошо, что ты все поняла. Потом мне все объяснишь. Не, я не против. А вот вы вот это вот разложили, все вот эти штуки, там тебе надо вот это делать, вот это делать, вот это делать. Человек заплатил условно, ну, судя по всему, если 15 тысяч один прием, то видение это примерно мать продать надо. Он тебе все это отдал, и у него не сбылось. Че, как быть? Такие деньги были. Вот он стоит с вилами под твоим домом. Деньги приходилось отдавать обратно? Нет, такого не было. Ни разу? То есть ты прям, если делаешь, ты прям делаешь? Нет, почему? Мы сегодня это и проверим. Как? На наших, на карте. Так, 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 так. Давай конкретно. Мне про ретроградный Меркурий очень интересно, потому что я столько раз за год услышал эту фразу от девушек, которой все проблемы ретроградным Меркурием прикрыли. У нее там... Мне кажется, я тебя обрадую своим ответом. Опять же таки, вернемся к предназначению. Самое главное – это фокусироваться на себе и на своем пути. Потому что если вы делаете дело, которое у вас лучше всего получается, вот, то, что вы обретаете успех, деньги и так далее, вот. Поэтому фокус всегда идет через призму своей реализации, через призму своего предназначения, вот. Все остальные события, как ретроградные, Меркурии, их на самом деле все планеты ретроградят периодически, вот. То есть у нас постоянно, в любом случае, какой-то цикл ретроградности есть. То есть получается, по этой логике мы должны, ну, буквально, там, не знаю, из всего года, там, не знаю, там, плюс-минус две недели мы жить спокойно, да. А все остальное у нас должны быть, не знаю, там, возвращаться какие-то проблемы старые, не знаю, возвращаться бывшие, там, не знаю. Ты же в 2022 год тоже жила, ты же помнишь, как это было. Да, да. А что значит ретроградный вообще в целом? Что это такое? Ну, на самом деле, если астрономически, то это такая иллюзия того, что планета движется назад, хотя она движется по своей траектории, как, собственно, и двигалась до этого. Но каким образом описывают, как это влияет вот эта вот… На людей. Да, вот эта вот оптическая иллюзия, да, на людей, тем, что это лучшие периоды для того, чтобы немножко, собственно, замедлиться, вот, вернуться, например, к каким-то старым проектам, ну, допустим, конкретно, ретроградный Меркурий. Это планета, которая отвечает за коммуникацию, за бизнес, за аналитические способности, за IT-сферу. То есть планета, не Сбербанк. И как раз-таки период ретроградности считается лучшим периодом для того, чтобы, там, не знаю, там, пересмотреть свое окружение, да, то есть с кем вы коммуницируете, насколько оно вас там усиляет или, наоборот, оно вас там развращает, не знаю, портит вам жизнь. Нет, это же прикрывает агрессию, собственно говоря, таким. Да, да. Ну, типа, что, вот, я вот такой, там, бешеный, потому что вот на меня прям так планеты влияют. Нет, на агрессию ретроградный Меркурий никак не влияет. Потому что я больше оправдывала именно агрессию, я слышала, типа, ретроградный Меркурий. Это я много раз слышал тоже, реально, что агрессию много. Кто такой? Ну, это, наверное, Меркурий на него влияет, а там человек за собакой гоняется, укусить ее в ответ хочет. Ну, опять-таки, у меня на этот счет свое мнение. Я считаю, что человек, который сконцентрирован на своем деле, он занимается своей профессией, качественно этим занимается, ну, давайте так по-честному, ну, никак не будет влиять этот транслятор на Меркурий. Все, обожаю тебя! Ну, на самом деле, наверное, нужно в целом о завершающемся годе, да, поговорить. Кстати, я не знаю, может, прям начнем с того, что у тебя бывало такое, что ты предсказываешь какие-то события, ну, в общем, и они прям сбываются. Было такое? Ну, смотрите, во-первых, поправлю тебя, что астрология, она ничего не предсказывает. Не-не-не, пусть она в этом мире живет. Это не гадание, вот, да, можно спрогнозировать какие-то... Ну, прогноз, как прогноз, не предсказание. Да, какие-то особые, там, не знаю, там, ну, не знаю, там, острые зоны, да, скажем так, выделить, да, в году, когда возможны какие-то, там, да, там, конфликтные ситуации, не знаю, там, какие-то стихийные бедствия, там, и так далее. Вот в следующем году у нас есть такая красная зона, так сказать, скажем так, она будет... В следующем... Остановитесь! Я вас сразу начну пугать. В 22-м, вот смотри, в 21-м году был уже прогноз, ну, то есть ты понимала, что в 22-м году... Конечно, вообще, ну, так тоже для общего понимания, вот эти вот все суперсерьезные мировые катаклизмы, да, которые с нами все произошли, за вот эту всю историю, ну, и с точки зрения астрологии отвечает такая планета, как Сатурн. Планета, которая проходит, у нее цикл движения 30 лет, вот, то есть условно мы можем отмотать, да, что происходило 30 лет назад, рухнуло одно государство, да, образовалось другое, и вы понимаете, да, то есть вот эти вот как раз-таки... В тот момент находился Сатурн в Козероге, ну, и сейчас Сатурн находится в Козероге. 30 лет назад? Циклы... А что рухнуло 30 лет назад? СССР. Советский Союз. Ну, 32 же, 31. А мы говорим про 20-й год? Нет. Не путай, пожалуйста. Я говорю с 21-го на 22-й, вот переход. А начался этот транзит, цикл начался в 20-м году. А, ковид. И мы от 20-го, ну, вычитаем 30 лет. То есть такие же, по сути, ну, типа такие же важные, тяжелые события, проходите. И про то, что аналогичные события, как, собственно, да, там, разрушение, там, Советского Союза, собственно, они уже прогнозировались. Но никто не смог прогнозировать, что перед тем, как сейчас начнется такая политически, да, сложная обстановка, что еще будет ковид. Это был такой бонус, что даже звезды, да, не ожидали, скажем так, что еще... Это что, да, что еще будет. А, это кто это придумал? Да. Ничего себе, прикинь, вселенная такая, а... Ну, в целом... Алло, Жириновский, ты откуда это знаешь? 30 лет назад все было предсказано, что будет... То есть мы сейчас на 30 лет нормально покайфуем. Ну, вообще, закончится этот транзит в 26-м году, поэтому... Еще 4 года, получается? Можете пристегнуть еще ремни, поэтому... 2022 год был, это лайт-версия 2005-го года, 2025-го года, поэтому... Такая... Не сильно радостная, да, не сильно радостный прогноз. Вот, но следующий год мы чуть-чуть выдохнем. А ты смеешься прям? Прям весело это? А что будет в 25-м году? Ну, поговорим в следующем году об этих событиях. Нет, прикиньте! Там конкретней будет, да? Там созвездие в боеголовку выстроится в итоге? Практически. Даша, ты просто сейчас подвесила... А примерно все, что я говорю! Тебе 5 тысяч. Еще не сбылось. После... В 26-м году, да. А если в 25-м сбудется, мы там орехами уже, блядь, расплачиваться будем. Нет, она подтверждает то, что ты и садумал, она тебе это подтверждает, вообще-то, приводя факты. Я интересуюсь пока просто, что будет в 25-м. Ладно, что будет в 23-м. Нет, давай, как этот закончится. Я запутался. Вот этот цикл, который 30-летний, который про Сатурн говорю, он закончится примерно в середине 25-го года. То есть, скажем так, к концу 25-го года полегчает, вот, к началу 26-го. Вот, но следующий год, он будет как такой некий буфер между 22-м и самым жестким 25-м. Ну, я как понимаю, там просто новая жизнь как раз зарождаться будет, да? Там возрождение человеческого рода, Адам с Евой, вот эти все дела, да? Подождите, мы все нормально, мы все выживем. Не надо так сильно на это все там... А мы все выживем при этом. ...программироваться там и так далее, вот, но и сильно расслабляться тоже не стоит. Вот это подтверди. Не, мы выживем? Выживем, выживем. Кстати, а можно по вот этой натальной карте вообще предсказывать смерть примерно? Прогнозировать. Прогнозировать. Не предсказывать. Ну, вы же понимаете, о чем я говорю? Дату смерти посмотреть через астрологию нельзя. А. Если кто-то это делает, то это, скорее всего, не очень. Шарлатан. Ну, можно же называть вещи своими именами. Так, так что, я как мужчина тогда спрошу, мне в каком году в Казахстан переезжать? В казенный дом, точнее, в казахский. Так, ну, я-то твою знаю натальную карту. Вот, поэтому тебе могу сказать, что у тебя на следующий год есть там опасность с работой. Вот, то есть, может быть, там проблематика какая-то весной. Вот, где-то седьмого апреля по, ну, до конца мая. Мы запомнили. То есть, надо прямо к этому моменту подготовиться, вот, чтобы там... У меня бар работал в ковид. Ну, можешь учесть просто к сведению. Ну, получается, это конкретно его... А, это в целом... Нет, это конкретно его. Но я тоже, опять-таки, я не знаю, что там это влияет на зону карьеры. Вот. Я не могу сказать точно, это повлияет на бар или еще на какой-то род твоей деятельности. Вот, я же так понимаю, ты не только баром занимаешься. Да, еще выступаю, да-да-да. Вот, на какой-то из твоих карьерных историй повлияет очень... Какие-то будет там что-то... Короче, будет облом какой-то у тебя, какое-то разрушение и так далее. Но лучше к этому быть готовым. Вот. Ну, да я догадываюсь. Ютуб просто запретят, да и все. Все, я просто погрущу, посижу и такой, ну, ВК, поехали, клипы. Леонид открыт. Знаете, вот именно, вот, допустим, вот ты говоришь, допустим, что будет сложный какой-то период. Но внутренний какой-то настрой человека на то, что все на самом деле будет хорошо, он как-то может изменить ситуацию? На самом деле, наше течение жизни зависит от наших решений же. Ну, видоизменяется же, по сути. Я буду, как всегда, одну фразу постоянно говорить. Внутренний настрой должен быть настроен на то, что ты занимаешься своей работой. Той, которая у тебя круто получается. Вот, настрой должен быть на свою собственную реализацию. Вот. Понятно, что внешнее, понимаете, мы всегда будем... Мы постоянно будем жить в таком достаточно турбулентном мире. Вот. По сути, ну, как бы никогда не наступит время, когда мы такие все скажем, ой, ну все, вот, теперь мы живем в раю, все спокойно. У нас постоянно будут какие-то циклы, постоянно будет что-то то разрушаться, то объединяться, то рушиться, то, наоборот, сосозидаться. Вот. То есть мы постоянно живем в таком достаточно... Сейчас мы вообще переходим на какое-то очень такое, очень быстрое движение. Вот сейчас будет очень быстро разворачиваться разная. Разная, да. Событийность разная. Вот. И, короче говоря, концентрироваться надо на... Фокусироваться не на каких-то внешних обстоятельствах, там, и прогнозировании, там, вот, даже астрологов. Вот сейчас себя же заваливаю. Вот. Вот. А фокусироваться нужно на своей реализации. Вот. У тебя есть любимое дело? Вот. Максимально погружайся в него. Вот. Совет на следующий год для всех. Вот. Сколько есть у вас часов в сутках? Вот. Сколько вы делаете на сон, там, на любимых людей, и все остальное время на любимое дело? Вот. Все. Фокус. Вот. Туда. Скажи, пожалуйста, а в следующем году будет период, когда будет, ну, типа, ну, вот, относительно легко? Я понял, что года сейчас к 26-му по нисходящей пойдут. Да. Вот. Будет какой-то отрезок для всех, в общем. Я понял, что у меня есть тяжелый период, ну, значит, там где-то будет еще и хороший. А если, в общем, взять для... Для мира, наверное. В целом. Для мира. В целом, ну, скажем так, просто я скажу, нейтральное время, это февраль месяц, то есть, когда там можно... Новогодние праздники. Больше какой-то там движухи делать, там, ну, скажем так, попроще, короче говоря, будет обстановка. На каникулы все выйдут, а севраль. Ну, там середина. А новогодние праздники в феврале? А что, в школе же так обычно будет? А нам сколько годиков вообще? Ну, я помню, что говорили февральские каникулы? Нет? Короче говоря, февраль... Так, давай до астрологии мы просто в школу вернемся. Я в Махачкале училась, у нас по-другому было, ладно. Это неправда. В Махачкале прекрасная система образования. У меня вот такой же физрук был. Я за тебя на телефон извинился, что ты? Так, нет, инопланетяне... Инопланетяне прилетят? Это, кстати, и хороший вопрос, потому что козерог приходит... Знак Водолея. Козерог приходит в знак Водолея, и это значит новые планетки. Нет, а Водолея отвечает вообще за космос, за всякие там космические технологии. Поэтому я как раз когда тоже читала вопрос, думаю, ну, вообще, в принципе, можно ожидать в следующем году и такого. То есть я в апреле не соберу крокус, потому что Москву захватят инопланетяне? Они вмешаются в мировую политику, знаешь, сутрия такие, типа, нет, что там... Не-не-не, этот не должен зал большой собрать. Мы ему помешаем. Какой ужас. То есть вообще реально, то есть вы не исключаете, вот на полном серьезе... Да ну ладно, конечно, нет, ну... Ребята. Давай я тебя обниму. Говорю, инопланетян не ждать. Она все еще думает, что ты ждешь. Да. Человек тебе уточняет. Она тебе еще смс-ку потом напишет. Найка инопланетяне точно не прилетят, обещаю тебе. Слушай, по политике давай пройдемся. Что ждать от политиков мировых в следующем году? Ну насколько мы, если вдруг мы можем хотя бы как-то, типа, на эту тему зайти, учитывая, что будут неточности, то есть мы это сразу оговариваем, что нет прям стопроцентной какой-то информации, потому что... Я поясню. Для того, чтобы составлять натальные карты политиков, первых лиц государств, нужно иметь вводные данные, когда-то рождение, время рождения и так далее. Я думаю, что здесь более-менее все здравомыслящие люди понимают, что то, что написано в Википедии, вот, не является правильными датами рождения. По сути, любая карта, построенная любого мирового лидера, это будет очень большая иллюзия. А то будет летать на планете и на агент. Ну не, давайте просто на картах посмотрим. Ну вдруг, ну давайте, они же у нас есть. Ну на картах можно. Что ждать в следующем году? Да, да, да. У нас есть карта Таро. У нас есть карта Таро. Что смотрим? Давай сама вопросы закидывай. Ну давайте прямо по Макрону пройдемся, например. Как мы по нему пройдемся? Вот это прошлое. Да, да, да. Давайте. Вот сюда его мне. Сейчас ему карту вот так на лицо кто-то положит. Ну давайте, ну типа в целом политические лидеры договорятся хотя бы к какому-то консенсусу. Как можно было так впороться? Она же хотела повыстебываться. Надо какой-то более адекватно сформулированный вопрос. Что ждать от политиков в следующем году? От конкретного тебе сказали. Ну в целом, я в целом хочу. Можем от всех? Да. Не, ну можем задать такой вопрос, посмотрим. Ладно, давай. Не от кого-то конкретного зависит. Давай, что по Байдену? Это что за вопрос? Вот такой, что по Байдену? Это лучше ты считаешь. Ну типа это, ну. Байден, человек немолодой уже. Он доживет до конца своего президентского срока или нет? Что у него по здоровью? Вот эти все приколы. Короче, вот в общем, его по здоровью Байдена что можем сказать на следующий год? Что с настроением у него? Ой, доживет. И прямо очень бодро доживет. Вот там прямо энергия. Не дождетесь. Там прямо так написано. Да, прямо не дождетесь. Там смотри, просто женщина рвет рот льву. Прикинь. Давайте я буду трактовать, кто никому ничего не рвет. Ну там в натуре женщина. Ну вы посмотрите, тут женщина рвет рот льву. Сдерживает. Энергии много у человека, доживет еще много. А потом в итоге он уходит куда-то. Он уходит? Нет, он не уходит, он как раз таки смотрит, ну, раз мы говорим про президента, он смотрит на свои владения, ну, собственно, на свое государство. Вот, и планирует дальше им управлять, ну, если так, более конкретно. Но силы здоровья, здесь все хорошо, прям. То есть, а есть вероятность, что они, ну, типа, договорятся? То есть, вот именно, я не знаю, сверхдержавы, возможно, что-то какое-то вот, как раз таки в этом плане перемирие будет? Перемирие. Наверное, относительно этого, да. Карты, знали бы вы, как мы от вас ждем. Перемирия не будет, но будут переговоры и какое-то такое небольшое затище. Вот, поэтому, но все равно. И Песков стоит. Это не я сказал. Нет, ну, прям, то есть, это вот какое-то, типа, ожидание, зависим все равно, да, в этой всей фигне? Ну, короче говоря, тут конфликт больше не просматривается, поэтому на перемирие это точно не похоже. Давай вот эти три карты перераздай. Этих карт не существует. Но это же мы прям в ближайшее время смотрели. Ну, вот. Не знаю, какое-то время. Ты что за вопрос задавала? А, то есть, получается, вопрос звучал так, вы договорятся ли они? В ближайшее время. Ну, полгода, условно. Не, ну, полгода понятно. Легче. А мы что-то, ты что-то знаешь? Ага. Может, мы тут подкалываем завода у нас, иллюминат сидит. Найка Козеева, иллюминат. Вот, мультипаспорт. О, самая безопасная точка вообще, да, территория, допустим, может быть, страна. Где самое безопасное место примерно? Вот, можно? Могу вас без карты огорчить, что нигде. Вот, потому что, когда я говорю про мировые транзиты Сатурна, это касается всей планеты. Вот, и, опять-таки, тоже, куда бы вы ни улетели, куда бы вы ни уехали, хоть в Казахстан, хоть на Бали, собственно... Тогда вот у меня вопрос. Вас догонят эти транзиты. Тогда у меня вот такой вопрос. Возможен ли мировой конфликт? Который будет втянут в сеть. Я прям конкретно вопрос задал. На следующий год? Да. На следующий... А зачем ты уточняешь? Давай вообще. Ну, до 26 апреля нет конкретно лучше. Возможен ли в следующем году мировой конфликт? Тут еще все хуже. Так, ну, 9 мячей, это вряд ли мы все пойдем за молоком, да? Да, да, да. Если это говорит о том, что... И королева почему-то. Причем это все бабы, прикинь. Да, все из-за вас. Да нет. На Туре так и думал. Офигеть. Ну, это говорит о очень кошмарном внутреннем состоянии у каждого человека. Почему вот женщин только транслируют такие вещи? Внутреннее состояние кошмарное. Да, это понятно. Это оно... Ну, да. Тут все ясно. Что дальше? Так, что психологически будет очень сложно. Ну, короче говоря, конфликтность все равно просматривается. Ничего... Попау, 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 будет есть карточка вот с этим? Ничего хорошего. Ничего хорошего? Ничего хорошего. Внутреннее тяжело. Ну, можно достать просто карточку? Да. Просто одну. Нет, ну, на самом деле, совсем прям какого-то военных, короче говоря, конфликтов тут не написано. Тут больше говорится про напряжение. А ты можешь с этого начинать? Да, блин! А потом уже говорить, ну, психологически будет тяжело. Да, это больше про именно вот это напряжение внутреннее. То есть в ожидании как будто вот типа что-то случится. А, постоянно будет что-то типа предпочтение чего-то нехорошего. Состояние, что как будто что-то сейчас случится плохое, но по факту не случится, да, прям совсем плохого. Вот. Но напрягаться так не стоит, в общем, да. Фух, спасибо. Хоть какое-то спокойствие. Хоть какое-то, да. В двадцать четвертом году. Ну, давайте же что-нибудь другое. Да нет, не того. Меня вообще мало что интересует в целом. А, на самом деле, есть еще один человек, про которого надо спросить. Он очень часто упоминается в российских общих новостях в нашей стране. Да, да, да. Ну, типа, Лукашенко, он очень большую роль играет, и он вообще на слуху постоянно. Я очень большая роль. Так, вопрос. Я зарисую сейчас все. Как будет вообще развиваться его политическая вообще карьера? Очень важно. Мне лично. Все, прикинь, три карты и все дачные. Такие грядки. Одна с экскаватором. Чернозем засыпают, и там уже плоды пошли. Так. Суд. О, о! Басманный? Это, кстати, похоже реально на дачу. Это такой дом беззагородный где-то. И деньги. Ага, он у кого-то оценит денег? Денег, денег, да. Ему придут деньги. Непонятно, как-то, да, через суд. И как-то у него вообще такое семейное какое-то такое настроение в целом. Дома все хорошо. Ну, спасибо тебе большое за карты. Давайте, Даша, поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, раз мы начали уже, Даша, шоу у меня там в следующем году. Позволите, да, картотка. А, то есть ты прям открываешь на нас личное дело. Сейчас вот так, как у Тони Старков. Кстати, Даша, а можно пока это открываешь, спрошу? У тебя вот на отношения с человеком влияет? Вот ты про него много узнаешь, там, допустим, да, по своим каким-то каналам. То есть ты делаешь на него карты. У тебя на потом как-то в отношениях с ним это вообще используешь? Ну, это, конечно, было удобно. Ваши карты, конечно, просмотреть перед тем, как с вами познакомиться. Ну, потому что мы вот сегодня в эфире. И я уже примерно понимала, то есть каким образом каждый из вас будет общаться. То есть будет ли он, не знаю, там, позитивно и условно-агрессивно настроен, да, там и так далее. Ну, то есть все равно ты какие-то штуки прочитываешь, в том числе, что, как, например, там... Если было бы плохо, у тебя прочитывается, что там это полный материалист, который там максимально, то есть что бы я ни делала бы, и какие чудеса бы ни рассказала, то в астрологию ты все равно не поверишь. Вот, это как бы очевидно, это действительно прописано в твои гены. Говорят о том, что я в астрологию не поверю никогда. Да, мне пахан это прям закладывал. Я так понимаю, мне написано, ты пять тысяч рублей не заработаешь в спирниках, да. А у тебя там целых три планеты, поэтому твои гены, наоборот, говорят, да, астрология, да. То есть у вас такие диаметрально противоположные. А что еще там в генах написано? Ты хочешь, я тебя открою? Интересно? Да, давай. Ну, на самом деле у тебя, скажем так, для мужчины такое вполне себе такое, как это, правильное предназначение. Накапливать ресурсы, вот. Обзаводиться недвижимостью, зарабатывать много денег. Заниматься бизнесом. Скучный, короче, да? Ну, да, такое. Ну, нет, для мужчины это... А что ты хотела, чтобы там было написано? Бизнес этот, ну и еще пчел ты начнешь разводить. Чтобы цветочки опылять, потому что ты в моменте с ума сойдешь и во флористику ударишься. У тебя генетика распределилась в две зоны. Вот, одна вот это вот про накопительство ресурсов, вот, а вторая в творчество. А вторая строгая. Нет, вторая в творчество. Кстати, выяснилось, что ты в ближайшие годы тоже есть, только имея наставника, вот, какого-то. Не знаю, может, это какой-нибудь там бизнес-коуч будет, там, не знаю, с мужским... Чего? Я знаю. Нет, а психолог? Нет, а психолог может быть наставником? Ну, он же, я так понимаю, к психологии, наверное, примерно так же, как и к астрологии относишься, или нет? Нет, к психотерапии я нормально отношусь. Я ее для себя открыл. Возможно, да, психолог твой, вот, поэтому для тебя нужно прям за это вот максимальное время ближайшее держаться. То есть, если не будет наставника и проводника, кто будет ближайшие три года с тобой, допустим, психолог, вот, тебе будет тяжко. Немножко такой ты неврастейник. Сто процентов. Даже не немножко, а, скажем, что немножко. Зачем ты лаешь, блин? Мынь. А что ты жала на фразу неврастейник? Ой, не согласен. Глицин бы мне сейчас не повредил. А по поводу следующего года, ну, я единственное могу только вот предупредить. Апрель. Вот это вот апрель-май, вот, быть осторожным, потому что у тебя конкретно проходятся вот эти сложные транзиты по зоне твоей карьеры. Прикольно, потому что мы на следующий год планируем открывать второй бар. Если это как-то связано с этим, ну, можно просто перенести открытие на конец года. Если это, ну, если вот следовать вот этому всему. На всякий случай, типа, просто. Блин, ну, прикольно. Ну, апрель-май совсем, там, прямо вообще будет, это вообще, в принципе, для всех можно заметить, вот, что апрель-май будет достаточно такое тяжелое время. Вот, во-первых, как бы психически себя нужно подготовить. Потом летом тоже, там, еще полтора месяца тоже, там, может, немножко поколбасить, вот, там, с середины лета до... Сейчас, давайте выпишем недели вот эти вот дни, в которые мы можем расслабиться, знаешь, чисто по датам. Офигеть. Ну, на самом деле можно, да, выпишем. У меня есть два вопроса. У меня посадят, не? Это и у меня был вопрос. Честно, я тебе так могу сказать, что у тебя зона, которая отвечает за то, что, ну, могут ограничить свободу, но у тебя связана с зоной творчества. Ну, условно, условно, условно... Дошутиться ты, ну, можешь, так что там... Да, это я знаю. И вот личная жизнь. У меня сейчас там что-то начали какие-то отношения вырисовываться. Что с ними? Что, вселенная такая... Я как вот с 20-м потерялась, так и этого вообще не планировала. Ну, вселенная... Это одна из катастроф, я так понимаю. Да, немножко что-то не очень тебе благоволит в построении взаимоотношений. И психотерапия тоже. Вот, тяжело прямо, честно тебе скажу. Ему тяжело или с ним тяжело? Ему тяжело и с ним тяжело. В общем, ну, это долго объяснять, там, целую комбинацию. Я вообще никуда не спешу. Все-все-все. Просмотреть. Вот, ну, круче говоря, тяжко. Там, тебе с выстроением противношеских отношений. Но классно, что у тебя есть психолог, да, или вот что ты работаешь. Это прямо психотерапевт. Вот это прямо для тебя суперрекомендация. Вот прямо максимально вот... А что, я там еще рекомендации? Сходить к венерологу, еще к кому-нибудь. Каким еще докторам меня вселенной отправить сейчас? Ну, я тебе просто могу сказать, что проблематика с строением партнерских отношений, она читается в твоей карте. Как исправить работать с подсознанием, с нашлением? Да, согласен. Дети у меня есть где-то. Астрология не может предсказать, но есть зона, да, которая отвечает за плодовитость, за детей. У тебя там очень много энергии. Поэтому, в целом, можно предположить, что где-то они у тебя есть. Так, я понял, что у меня, мои вопросы закончились. Давай. Да, у меня на самом деле то же самое, по большому счету. Я про дело свое, в котором я сейчас начала заниматься, потому что у меня слишком много побочных каких-то вещей. Я очень не могу сейчас распределиться. Стендап, наверное, творческая часть. Насколько, когда я смогу полностью уйти в нее, убрать все побочное. Так, а можно хотя бы вкратце, что у тебя побочное? Что там за побочное? Да, педагогика. То есть дети для тебя побочное? Твои, которые бастарды, 100%. Понятно? Короче, мое предназначение в творческой части. У тебя гороскоп супертворческий. То есть тут, ну, так как я не проводила с тобой ректификацию, вот это интервью, вот, и там более детально тебя не изучала. Вот, поэтому творческую профессию какую-то одну, ну, точно сказать я не могу. То есть я просто в целом говорю, что очень много творчества, да, то есть артистизма. Опять-таки тоже как вот у Лени, вот это вот. Не надо, как у Лени. Про заработок денег через эмоции людей. Ну, это как раз-таки тоже все относится к творческим профессиям, да, которые выступают, да, перед людьми. Вот. Тебе тоже нужно передавать свои знания, вот, но через призму как раз-таки творческой профессии, а не отдельно педагогика, отдельно творчество, поняла? Да. Вот, поэтому в целом благоприятно уходить максимально в творчество, становиться там суперпрофессионалом, набираться максимально знаний, вот, в этой профессии, обретать, там, опыт, вот, и так далее, вот. А уже после обучать, ну, вот, собственно, своей вот этой творческой профессии, да, в которой ты вырастешь как мастер. Ну, типа, я не могу бросить. Ну, просто все, стендапом никогда всерьез не займешься, пока все не бросишь. Сконцентрироваться на творчестве. Мне вообще кто-то так ранее один раз сказал, что я тоже вообще-то, короче, рассказываю, у меня, я пришла, короче, я ездила в Бурятию, и меня подружка отвела к их шаманке, причем, типа, буряты, прям вот все, это улан-удэ, а шаманка русская женщина. Я такая думаю, то есть вы все буряты ходите, они такие, типа, она нам рассказывает, что надо делать. И я, короче, пришла, и я к ней захожу, и она мне первое, что говорит, она говорит, ты такая же, как я. Русская. Да. Вот, и она мне говорит, ну, типа, понимаете, ну, говорит, я не могу тебе ничего сказать, потому что, говорит, у тебя, ну, типа, мы с тобой схожи, и поэтому я тебя не вижу. То есть, короче говоря, что я хочу спросить, может, мне тоже уйти к вам туда? Ну, скажем так, тяга. И сейчас астролога, который, ну, вот, человек серьезно тебе прогнозы рассказывает, ты такая, ты тоже шаманка. Ты же с бубном прыгала вот там вот, когда карту составляла Наталья. Да нет, ну, может быть, мне тоже, вот, возможно, я могу обладеть, допустим, ну, есть у меня предрасположенность к астрологии. Пожалуйста, в творчество. Не лезь к нам. Спасибо. 15 тысяч приемных. Не надо тебе это. И у тебя максимальная реализация через творчество. Вот твоя максимальная реализация. А что, я тебе что, зла желал, что ли, или что ты? Где? Да, что я. Навсегда никаких астрологий. Даша продолжает настаивать. У тебя все получится максимально. 167 процентов. Но не в астрологии. Карты. Да, во всех сферах хорошо, кроме этой. Карты тронешь, тебя молния ударит. Сейчас будем тебя про звезд спрашивать. Ну, ты уже и карты взяла в руки, ты уже готова, заряжена. Киркоров, он как, он здесь прям крепко держится за Россиюшку? Прям сильно тебя это волнует. То есть сейчас тебе степень крепкости должна показаться? То есть он же прям считается прям народный, народный уже. Он же один из немногих, кто остался. Он и так был, я не знаю, вообще боженька уже на этом шоу-бизнесе. А сейчас это все уехали, и он прям вообще что? Один. Так вопрос. Уедет он или нет? Или у нас будет Россия дальше жить? Как у Киркорова сложится жизнь в 23-м году? Спасибо. А я не так спросила, да? Ты прям посмотришь потом, насколько ты не так спросила. Нет, подожди, все идет к тому, что я ему 5000 должна буду? Да. Киркоров, ну вот одежда его. Ой, кстати, Киркоров под конец года, возможно, захочет прямо с... Под конец следующего года захочет уехать? Да. Сначала у него будет вообще прям все супер хорошо. То есть он прям будет себя... Это его новые костюмы, декорации, смотрите, новое шоу. Крылья. Она просто мою шутку повторила, и вы посмеялись? Потому что нужно четче, да, как бы, угу. Да. А может нам в конце следующего года... О, смотрите, и здесь и даба, смотрите, помогает спуститься. Ну, это просто интересная карта последняя. Очень сильная. Я говорю, может, Евровидение разрешат России участвовать, и он поедет за границу с каким-то артистом. Ну, тут... Не, он просто на тапах может поддастся. Тут как будто просто человек... Хочется уйти. Да. Он устал. Далеко. Если хочешь идти, иди, получается. Да. А Галкин с Пугачевой? Ну, типа, не будет так, что они вернутся домой? По-честному. Королеву вижу. Вдвоем. Семья. Смотри. Есть семья, дети, поэтому все у них хорошо. Ну, сначала в начале года тоже что-то какие-то там у них будут немножко нестабильное состояние. Что-то будут нервничать. И дети вдвоем прикиньте. Что-то будут нервничать. Но где-то уже, короче, под конец года все супер у них. Но здесь на территории России? Их нет на территории России. Нет, я понимаю, я же спросила, вернутся ли они сюда? Я сама не знаю. Они сейчас где? А где-то? Ну, они за границей. Нет, они не вернутся. Вот там они останутся. А они не в России. У них там, где они находятся на данный момент времени, у них там все зашибись будет. Обратно никуда не двинуться. Давай Моргенштерн. О, Морген вообще. А какая разница? Но он в отъезде тоже, он не здесь. Классно. Он к Пугачевой с Галкиным переедет? Нет. Судя по карточке. Нет, у него придут все классные. Вот, у него даже какое-то будет там прямо творческое, новое вдохновение. Или прям новые какие-то у него будут проекты. То есть у него там прямо какое-то будет возрождение его как... Артиста. Как артиста. Да. Но после вот этого возрождения будет разочарование. То есть что-то, короче, какая-то у него такое... Отпустит. 50-50. Да. Ну, я про творчество я беру в YouTube. Я тоже. Кстати. У меня есть вот два вопроса. До звезды пока дойдем. Закроют ли YouTube в следующем году? Блин, сейчас это самый важный вопрос передачи. Для меня, да. Я слышу дыхание. Да, но тем честно, я прям даже противоволнуюсь. Да столько денег вложено. Ох. Бля, почему все проткнуто? Ну, почему можешь попрощаться? YouTube закроют? Ну, тогда все логично становится. Если к этому все идет, если его у нас ограничат, как Instagram, да, это сильно ударит по всей индустрии. Вообще по всей. А, тогда и следующий вопрос, вытекающий отсюда. Рутуб будет нормальный? То есть своя площадка, на которой можно будет реализовываться. Можно ли реализовываться, будет на Рутубе вот так. Да. А там есть хорошие карты? Все проткнуто. Так мы вопросы такие задаем, в которых не может быть какой-то хэппи-эндом, мне кажется. Может быть. Вот сейчас про Рутуб спросил, и там карта, и там да. Какого-то нибудь благоденствия, типа, этот пэппи-эндом, как она называется? Не, вот так вот карта, где боженька нам айтишников дает нормальных. Прям в офис вот так подкидывает. Нет. Реально. А может третью? Да, да, не там третья, просто взрыв. Может быть, какая-то альтернативная еще площадка новая появится, на которой, типа, вот, я не знаю. Да нет, все остается только ВКонтакте. А. Ага. Слушайте, а Джиган же женился. Ты про Джигана хочешь? Да, Джиган, он как индикатор, мне кажется, всего происходящего. Он все еще будет на расслабоне, ну, типа, все так. Какое настроение будет у Джигана в следующем году? Да, 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 вообще. Сейчас она первую же карту достает, она без бровей. Не, он же женился, подожди. Наркотики это плохо и ужасно, не употребляйте никогда в жизни. Ой, он вообще прям будет себя очень хорошо чувствовать. Вот те хорошие карты. Колесо фортуны. У него все хорошо, да? Да. У него слава, деньги, колесо фортуны, у него прямо вообще как-то веселье. У него время. Да. А что вы радуетесь? Ютуба нет, Рутуба нет, ничего нет, будет только Джиган. Ну, у Джигана все хорошо. Только Джиган, все, больше ничего не останется в следующем году. Даже Киркоров захочет уехать. Норик, Норик, привет. Офигеть. Только Джиган и все, во всех проектах ведет все, везде Джиган. Давай, финальный персонал, я тоже медийный в этом году человечек стал. Что будет в следующем году у Дмитрия Анатольевича Медведева? Сначала он будет участником каких-то конфликтов, потом будут переговоры, потом он победит. Чего? В натуре? Да. Я победю. Я все сделаю. Но здесь имеется в виду не про президентские выборы, а что в целом, что он будет как участник этих переговоров. То есть здесь не про победу, что он станет президентом, а то, что будет какая-то конфликтная ситуация, будут переговоры. И, собственно, он выйдет оттуда, да, победителем. Короче, в его пользу это все разрешится. Я понял. Спасибо большое, Даша. Давайте и картам поаплодируем, и Дашу поаплодируем. Здрасте. Вопрос такой. Будет ли вообще мобилизация и пойду ли служить? Ну, вообще, похоже на да, больше. Да. А в целом, зачем ты, Юра, это спросил? Мы хотели это отжигание закончить, типа, у него все будет гуд. Ну, у него-то будет гуд, а как бы у других-то не гуд. Потому что это государство, которое, собственно, собирает вот... Это бедный несчастный народ. Так что мне тоже стало грустно, все. Давай позитивный зададим вопрос. Давай, да. Заберут ли Юру? Что с деньгами? Так, какое у тебя будет финансовое состояние в следующем году? Да, финансовое положение в следующем году, да. А, стабильное будет? Стабильно. Все. Примерно плюс-минус, как есть. То есть нету каких-то резких прям увеличений, но и уменьшений нет. Ну и вообще класс. Все у меня, все. Я тоже, Даша. О, класс. Я тату-мастер. Перспектива работы в следующем году. Ну, тебе, кстати, везде комфортно. Ее и посадят, она при работе будет. Бить резус-фактор. Перспектива у тебя классная. Вот какое-то будет удачное с кем-то партнерство по работе. Вот. Либо просто кто-то поможет. Вот там, если что-то организовываешь. Короче, с работы все будет стабильно. Вот. Помогут, если будет необходима эта помощь. Поэтому все. Супер. Спасибо. Двигаться туда, куда и двигалась. Короче. Хорошо. Меня зовут Юля. Даша. Если честно, посмотрела и как-то немножко поверила. Уверила. Но все равно спрошу. Что меня ждет в следующем году? Ну, давайте в сфере работы. Вот здесь я не сильно боюсь. Давайте я могу... Какая перспектива по... Ну, как будут разворачиваться события именно в рабочей сфере? Не совсем. Я просто работаю в сфере интерьера. Делаю 3D. Да. И я вот подумываю сменить сферу. Как отразиться на тебе, если ты сейчас поменяешь сферу деятельности в 20-м году? Давайте. Окей? Да, хорошо. Вот. Посмотрим. Слушай, ну, у тебя хорошие перспективы в плане и в денежном. То есть, если переход из этой профессии куда-то себе наметишь, вот, то есть, там прямо и творческое будет вдохновение, вот, где, так понимаю, что, скорее всего, какая-то творческая тоже деятельность, вот, и деньги будут, видимо, больше, чем на предыдущей работе, вот. И, короче, тебя это прямо вот, короче, прям за счет, да, внутренне. Хорошо, спасибо большое. Я счастлива, что хоть кому-то хорошо, спасибо. Нет, ну, на самом деле, много у кого-то хорошо, мне кажется, нет? У Юры спроси. Ну, он. Ну, он психотерапевту пишет. А насчет следующего года нельзя спросить, да, вот, там, типа, ну, в целом. Ну, можно вот просто спросить в целом. Какой для себя будет творческий? Да, в целом, как на цвет. Да, вот, какой для меня будет 2023? Веселый. Год у тебя будет. Да, у тебя какой-то прямо будет, не знаю, либо коллектив, либо вот там будешь с кем-то объединяться, и будет прямо, короче, окружение, короче, у тебя будет класс. Круто! Да, блин, правда, класс. Просто к этому и стремлюсь, так сказать. Вот, и у тебя в целом вообще про какую-то такую движуху, вот, может быть, это прямо в прямом смысле, что будут какие-то путешествия, переезды, потому что по тому прошлому рассказываю, там тоже такая карта, которая перемещение в пространстве обозначает, то есть, прям, перелез на самолете. Саратов! Вот, и здесь тоже у тебя про то, что, ну, короче, возможно, много путешествий, и, возможно, какое-то начало романа какого-то, или какое-то что-то там. Я слушал. Я слушал. Вот, не знаю, может, это второе дыхание с мужем, вот. А, вот как она выкрутилась, ты прикинь, это второе дыхание с мужем, да? Пять тысяч мои где? У-у-у. Такой был спор, что меня убедят или мне скажут что-то новое. Даже по вот этой натальной карте, которую мне сказали, эта вся информация есть в свободном доступе. Что, я занимаюсь творчеством, концерты записываю? Да, у меня развивается в эту сторону. Что, у меня бизнес есть? Блин, мы в моем бизнесе сидим. Да, спасибо. Мне для этого вселенная не была нужна, чтобы это понять. Что я двигаюсь по двум направлениям. Переубедили ли меня что-то делать в следующем году? Да нет, конечно. Нет, я буду делать так, как запланировал, так и буду делать. Не ори на нас, во-первых. Пять тысяч. Это не аргумент. Ты мне проспорила пятерку. Нет, давай, нет, смотри, давай так, давай как будто бы мы спорили на тысячу, и ты мне дашь тысячу, если у тебя пять тысяч. Я тебе ничего не дам, ты проспорила. Нет. Здесь не было сказ... Слушай, Даша вне меня сказала очень много прикольных, иногда пугающих вещей, которые мы увидим на дистанции. Но конкретно сегодня меня никто ни в чем не переубедил, и ты мне пять тысяч рублей должна... Нет, такого уговора не было, что прямо сегодня... Был. Нет. Да, был. Пересмотришь. А что мы нас спрашивали на цена год, если ты хотел, чтобы тебя сегодня переубедили? Да, да, да. Кутиловый. Да. Так я что, я тебя заманил в эту ловушку, ты в нее попалась. Так, зрители, объявляем сбор средств, чтобы он от меня отстал. Да я не возьму с тебя денег, но ты проиграла. Ой, вот это не надо. Боже мой, оставь. Не надо. Оставь. Подождите, он проиграл, он реально проиграл. Да нет, люди же посмотрят, ты же людей не обманешь. Люди посмотрят и будут тебе писать потом в комментариях. Мы сегодня много разного услышали. Но в целом, как будто бы, несмотря на все, есть в этом позитив, который должен быть внутри нас. Я правильно поняла, если сделать какое-то подвести к общему? То есть, как бы сложно ни было, если мы будем стараться внутри себя держать какой-то позитивный настрой, заниматься нужным делом, не отвлекаясь на все остальное. Концентрироваться на любимом деле. Да, то есть у всех все будет хорошо. Да? Все. И меня в целом это радует. По-моему, мне кажется, неплохой результат. Не знаю, я вообще ничего такого не услышал. Ты только что сидел, говорил, мне хорошо сказали. Мне сказали, что только полтора месяца будет очень тяжело. Ну вот, это же хорошо. А все остальное время нам всем будет непросто. И к этому надо подготовиться. Да нет, но я очень хочу, в свете того, в каких обстоятельствах мы сейчас живем в мире, что все эти предсказания окажутся неправдой. Я хочу, чтобы мы 10 января проснулись после новогодних праздников в мире, где все спокойно. Это мое пожелание вам на будущий год. А так, давайте поаплодируем девочкам. Даша, астролог, нумеролог, таролог. Найка Казиева. Да, я благодарю за то, что меня пригласили. И Леонид Кулаков. Да, увидимся с вами в будущем году. Покушайте оливьешку. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok